Несколько лепёшек и немного бобов. Вот и всё, чем Мария Родригес смогла накормить своих шестерых детей. Сегодня есть им больше нечего. Эта семья индейцев Майя живёт в отдалённой деревне в Гватемале. «Если у меня заканчивается еда, я прошу её у соседей. Если им нечего дать, мы не едим». Из всех детей Марии нормально развивается только трёхмесячный младенец, которого она кормит грудью. Остальные отстают в росте из-за недоедания. Такая ситуация не исключения. По данным ЮНИСЕФ, в прошлом году у 44% детей в Гватемале наблюдалась задержка роста. Также в прошлом году от нехватки продовольствия страдало более 4,5 миллионов человек. Это почти четверть населения Центральноамериканской страны. Половина работающих гватемальцев заняты в сельском хозяйстве. При этом часть территории страны находится в так называемом Центральноамериканском сухом коридоре. Там выпадает особенно мало осадков. Ситуация ухудшается из-за экстремальных погодных условий. В итоге фермеры теряют урожай. «У нас бывают периоды дождей, когда за два дня выпадает столько осадков, сколько должно выпасть за 15. Затем приходит засуха, и посевы страдают от нехватки влаги, из-за чего урожай гибнет». В этом году погода засушливее, чем обычно. Повлиял климатический феномен Эль-Ниньо. «В этом году из-за засухи мы потеряли первый посев. Сейчас растим второй. Надеюсь, пойдут дожди». Тяжёлая ситуация заставляет многих брать кредиты, но выплачивать долги часто нечем. Некоторые отчаявшиеся фермеры пытаются мигрировать в США. Правда, не всем это удаётся. «Как только попадаешь в США, всё меняется. Здесь мы зарабатываем за неделю 9,5 долларов, а там можно заработать до 150 долларов». Голод в Гватемале особенно быстро распространяется последние 10 лет. На ситуации также сказались последствия пандемии и период политической нестабильности в стране.